Чтение для ума – то же самое, что и физическое упражнение для тела, учили нас. С детства родители заставляли идти в библиотеку. Теперь мы уже не представляем себя без книги. 27 мая принято праздновать День библиотек. Уже стало доброй традицией для библиографов и книговедов отмечать разными мероприятиями не только в кругу своих коллег и приглашенных гостей, но и среди главных ценителей их труда – читателей. Свой профессиональный праздник. Сотрудники Детской республиканской библиотеки провели мероприятия, где главными действующими лицами стали учащиеся школ. Сегодня ребят учили бережном отношении и уважению к книге. По словам работников библиотек в век информационных технологий и тотального наступления интернета, дети все же больше начали проявлять интерес к книгам. Это не может не радовать. По сути, работа библиотекаря специфическая, требует и психологического подхода. Бывает, что маленький читатель не может определиться с выбором книги, и тут к нему на помощь приходит библиотекарь, наперед зная, какая книга влечет юного читателя. Работа библиотекаря – это работа хорошего психолога. Это приходит ребенок, и он говорит, что он хочет почитать, а ты ему подсказываешь, может, ты читаешь, ведешь сказки, может, ты детективы ведешь, может, рассказы какие-то хочешь. И вот так, когда ребенок не знает, что он хочет почитать, мы предлагаем сами. В праздничный день принято получать подарки. От Министерства культуры и детская республиканская библиотека получила в подарок книжные новинки в среде них издания на астинском языке. Представители Россотрудничества в Южной Осетии преподнесли также в подарок книги. Принимать участие в праздничном мероприятии для ребят в радость, но не менее радостно для них приходить в детскую библиотеку за нужной книгой. Я сюда часто прихожу и беру книги, и просто читать. Потому что здесь книг больше и интереснее они. Все возможные мероприятия, интеллектуальные игры, красочно оформленные кабинеты, работники библиотек делают все возможное, чтобы привлечь читателя. Однако требуется и обновление книжных фондов. Библиотека без новых пополнений, без новых книг, она постепенно умирает. Когда приходит читатель и один раз попросит книгу, и книги не окажутся, второй раз придет и нету, третий раз, четвертый раз, этот ребенок точно не придет уже. Но знаете, как получается, что все равно любой ученик, любой ученик средней школы – это наш читатель. В день чествования работников этой сферы культуры необходимо подчеркнуть важность и значимость традиционной книги, сделанной из обычной бумаги. А у библиотекарей впереди много работы, так как именно в летнее время число читателей в разы увеличивается. Ирина Битева, Александр Куков, информационный выпуск сегодня.